Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 18 февраля и вот день или два назад я уже начала выкладывать видео про выращивание томатов в ведрах. Сейчас я расскажу все теоретически. Я показала какие томаты можно выращивать. Там был карликовый, были побольше, сколько томатов можно получить при выращивании в ведре. И сейчас я расскажу все мелочи, которые вы должны знать, если вы хотите в этом году, например, впервые попробовать вырастить томат в ведре на балконе. Конечно, эта тема больше относится к огороду на балконе, но хочу вас заметить, что не только те, у кого нет огорода, выращивают на балконах. Есть люди, которые хотят просто получить более ранний урожай у себя на лоджии, на балконе, у которых сад где-то далеко. Они одно или два растения все-таки выращивают в ведрах. Очень хорошо растет в ведрах вот такие перчики, всякие острые, декоративные. Но тут в этом принципе выбора, какие сорта выбрать, есть большая разница от огородных. Во-первых, в огороде я всегда говорила, что зависит от региона, от вашего, все эти томаты, и от условий выращивания, где в теплице или не в теплице. Тут мы все приравниваемся. Если мы хотим вырастить на балконе или там на лоджии, мы все одинаковые. Все равно какой регион, все равно мы все выращивать будем в одних и тех же условиях. Тут совсем другое. Тут нам нужно три вопроса рассмотреть, от которых зависит весь этот процесс и ваши выборы. Первое. Для каких целей? Потом подробно расскажу. Второе. Сколько времени можете посвящать? И третье. Конечно, важна площадь балкона. Условия у всех разные. У кого-то лучше вот такая, что можно 20 ведер выставить, а у кого-то может быть маленький балкончик. Перед тем, как начать вот это вот огородничество на балконе, нужно все это рассмотреть. Во-первых, для каких целей? Вы перед тем, как посеете вот сейчас томаты, о сроках я расскажу в конце, вы решите, или вы будете с декоративными целями выращивать томаты в ведерках. Тогда можно будет вот такие маленькие полуведерные, как пятилитровые ведерочки и карликовые сорта. Те, которые очень красивые, очень декоративные. И некоторые выращивают их просто для украшения балкона. Они смотрятся очень красиво, особенно если вот так в рядочек. Ну, а помидорки будут как приятный бонус просто. Короче, первая цель – это для украшения балкона. Вторая цель – если вы действительно хотите накормить свою семью. Если вы хотите салаты делать, еще, может быть, даже засолить, может быть, даже какой-то лечо сварить банку одну или две, все равно это уже считается как такие более прикладные цели для использования в еду. Тогда, конечно, лучше всего выращивать уже более высокие такие томаты, пусть они будут детерминантные, пусть они будут штамбовые, но не карликовые. То есть те, у которых нормальные плоды, потому что у карликов плоды 20-30 граммов, ну, совсем как вишенки, а у остальных уже идет и 100, и 150 можно вырастить. Можно вырастить любые, тогда уже нужен будет больше объем ведра, больше объем грунта. Все, это вот мы цели разобрали. Потом время, уход. Если вы работающий человек, если вам некогда за ними полноценно будет ухаживать, но если вы понимаете, что ухаживать вам, может быть, вы не любите, может быть, в силу возраста будет тяжело, тогда выбирайте, конечно, простые сорта штамбовые, которые не нужно посынковать, не нужно подвязывать, карликовые, штамбовые, все вот маленькие, которые 30 сантиметров и все. Минимум ухода. Посадил и забыл, только поливать подходить. Но если вы уж настроены на полноценный уход, если вы хотите действительно огород на балконе сделать, тогда можно выбирать сорта любые. И вот те, которые лианами. Но вы знаете, что их надо будет протягивать шпалеры или колея вставлять различные. Есть, на арматуру вставляют. Их нужно будет подвязывать. Можно будет даже вообще простые, обычные огородные томаты садить, но только больший грунт. Конечно, тут и 10-20 литров грунт. Люди берут некоторые. Короче, выбор сорта. Можете выбрать любой. Вы только соотнесите вот свое время, которое вы сможете посвятить, и возможности свои вот с этими сортами. Мало, если ухода хотите дать, выбирайте штамповые, карликовые. Если много, то любые. Лучше всего детерминантные, которые не сильно расползаются. Но если уж хотите вообще 100% ухаживать за ними, то сорт можно выбрать любой. И вот дошли до самого последнего помещения. Конечно, если у вас большой балкон, вы можете брать большие емкости. Можете выращивать там и перец, и огурец, и томат. Смотрите по площади балкона. Потому что если у вас балкон маленький, вы наберете вот таких маленьких емкостей, маленьких ведерок. Захотите вырастить там полноценные томаты. Некоторые говорят, вот совсем мало, 2-3. Им, скорее всего, не хватает просто грунта. Нужно, опять же, соизмерять размер балкона, сорт, какие будут у него плоды, и размер вот этого ведра. Сразу скажу, что полки, вот эти 5-килограммовые ведра идут и для перца карликового, или для низкорослых, такие кустовые. Вот для вот таких огоньков, для декоративных перцев. Потом для карликовых томатов. Для томатов, которые вы будете выращивать, в укороченном варианте, из любого детерминатного, такого толстоногого томата, можно сделать карликовый. Оставляете 2 кисти, обрезаете верхушку, все, вот вам карликовый томат. Вы можете там поступать с ним, как хотите. Можете его укоротить, можете наоборот его удать разрастись. Я вот выписала, что должен знать человек, выращивая на балконе. Вот для карликовых 5-литровые, для таких 10-литровые. И если вы хотите высокие, такие прям индотерминатные, которые будут долго плодоносить, то грунта, скорее всего, им понадобится и 20, и 30 кг. Люди выращивают даже в мешках. Вот в мешок насыпают грунт, он держит вот такую форму цилиндрическую, высаживают туда томат, ему там грунта хватает. Это полноценный будет у вас томат. Главное, ну, ухаживать за ним. Ухаживать придется так же, как за всеми другими, обрабатывать и от насекомых, потому что, возможно, паутильный клещ может завестись. Говорят, что может даже фитофтора появиться, потому что все это открыто летом, ветер носит, споры может принести. Если вы уже будете такие, большую тару и большая численность огорода, уход такой же, как за простым огородом. Просто будет немножко поменьше. И теперь поговорим о сроках посева. Когда я начала вот позавчера выкладывать все эти мои засохшие прошлогодние, мне уже один человек написал, ой, зачем вы эти засушенные нам показываете. Но дело в том, что я ведь начинаю, кто смотрит меня давно, я начинаю все понемножку. Сначала первый видеоролик, я сказала, что возможно уже пора сеять, потом второй видеоролик, показала, сколько у вас может быть томатов, и дала вам возможность посмотреть, какие могут быть карликовые, какие такие. И вот сейчас, когда тот человек, который интересуется, он все эти видео посмотрел, сейчас я делаю итоговое, расскажу вам все, и вы можете смело выбирать себе сорт, выбирать себе горшок, все это, и приступать к посеву. О сроках посева. Если вы сейчас посеете в последней декаде февраля, вот, например, 23, 24, 25, это будет считаться для раннего урожая. То есть, так же, как мы, вот огородники, вы так же посеете, так же распикируете в стаканчик. У меня вот только что было видео недавно, как выращивать рассаду для получения супер раннего урожая. Потом пересадите, более перевалите в большую тару, вот такую, и потом, оно у вас так и так будет, стоять в ведерке, перевалите в ведерко, и вам-то уже проще, оно и так у вас будет сидеть в ведре, и вы первое время будете выносить и заносить, выносить и заносить, пока не наступит период, когда будет тепло там ночью. Как только тепло настанет, установится полностью, вы просто один раз вынесите и оставите его там, все. Вот посев в феврале, это для получения раннего урожая, это которые мы носим туда-сюда. Если вы не хотите этого делать, носить туда-сюда, сеете вместе со всеми огородниками в традиционные сроки, в марте, первая декада марта, или там 10-е, 15-е марта, 20-е, выращиваете рассаду по той же схеме, что и мы, посеяли, распекировали, поставили на окошко, подросла она, 5-6-7 листьев, посадили в ведро, выставили, все. Это будет тогда вот уже как стандартные сроки, чтобы вам не было туда-сюда вот этого вот передвижения, этого ведра, потому что не каждый может, например, если вы хотите посадить 5-6 ведер, не каждый способен каждое утро выносить, потом заносить. О сроках думайте обязательно. И если вы для раннего урожая сейчас будете сеять, не выбирайте высокорослые сорта, они у вас вытянутся. Короче, проблемы те же, что и у нас. Посеете рано, рассада вытянется, может завалиться. Для раннего урожая только низкорослые, только толстоногие. Потом уже в марте, обычно это после 10 марта, можно уже сеять любые, там уже как, пока она начнет вытягиваться, ее уже можно будет выставить. Все. И еще что. Так, а грунт. Еще хотела сказать про грунт, да. Грунт, вот многие сейчас уже писали отзывы свои, что кладут и керамзит, и добавляют еще что-то. Я сразу скажу, я ничего этого не делаю, я грунт готовлю такой же, как для рассады, то есть он немного жирнее, чем в огороде. Но для чего? Просто, чтобы потом все лето не подкармливать, ни одной подкормки не делаю. Я делаю 50% черной земли, простой, обыкновенной, 50% перегноя, перегнившего, старого, вот этого вот, он более питательный. И вот этого грунта такого хватает на все лето. Я просто поливаю. Что вот эти перцы у меня, я в том году показывала, колокольчик вырос в ведре, потом вот этот вот оранжевый гном, орликина, вырос, перец винни пух, перец венти вырос, потом томаты, таймыр, гном, синичка, полюс, все вот эти вот томаты, и все перцы отдали хороший урожай, без единой подкормки. Просто сразу, если заложить грунт, более питательный. Но если вы, например, не разбираетесь в этом, или вам негде взять грунт, как более питательный, или вы не уверены, питательный у вас более или менее, тогда просто берете обыкновенную землю, можно даже магазинную. И потом, если что, вы подкормите комплексным удобрением, все. Огород на балконе, это тоже очень увлекательное занятие, особенно если у вас нет какого-то, вообще никакого огорода. И особенно, если когда-то у вас огород был, а сейчас нет, и вы вот живете в воспоминаниях, уже сил нет большой огород обрабатывать, а в земле повозится охота. Вот это прекрасный способ и удовольствие для себя получить, и вырастить какой-то минимальный, например, если двое пенсионеров живут в семье, им этого огорода на балконе вот так вот хватит. Можно и салатик сделать, и баночку соленых помидор, как воспоминания про этот огород на балконе осенью сделать, какую-то хреновину перекрутить. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, начинайте сеять, выращивать огород на балконе, даже если там будет не столько урожая, как у нас в огороде, все равно представьте, выйдя летом на балкон, вы увидите.